Каждый день сотрудников инфекционного отделения Брестской областной больницы не похож на предыдущий, поскольку у пациентов заболевания самые разные по степени тяжести и по симптомам, которые просто необходимо распознать. Инфекции штука коварная, проявления их различны, поэтому у докторов и медсестер работа непочатый край. Но, как признаются врачи, одно из самых сложных заболеваний – гепатит. В народе эту болезнь называют желтухой. Главной проблемой является то, что большинство людей, инфицированных данным вирусом, не знают об этом. У них может развиваться тяжелая болезнь печени в течение нескольких лет. В результате наступает летальный исход. Касается это прежде всего гепатита С. Механизмы передачи. Механизмы передачи – это парантеральный путь. Это переливание крови. Это инъекции внутримышечные, внутривенные. Это посещение стоматологов. Это посещение маникюрных, педикюрных кабинетов. Это посещение салонов татуировок. Это половой путь передачи. Все эти пути чрезвычайно тяжело отследить. За последние годы в Беларуси тенденция роста такого заболевания, как гепатит, не наблюдается. По данным Всемирной организации здравоохранения, наша страна относится к разряду стран с умеренным числом инфицированных. Но что значит эта классификация для отдельно заболевшего человека? Это тяжелое длительное лечение, дорогостоящие лекарства и неизвестные последствия. Поэтому все усилия медработников направлены на профилактику этого серьезного заболевания. А поэтому каждый год в июле проводится день борьбы с гепатитом. Подумай еще раз, только в слогом нынешнего года. И стоит задуматься все вместе и каждому в отдельности. О прививках, о мерах личной гигиены, о последствиях. Ведь прививки от гепатита С до сей поры ученые не вывели. Если все-таки вы имеете по роду своей деятельности такую возможность встречаться часто с кровью человека, то в обязательном порядке делать прививки против гепатита В. На сегодняшний день существует прививка против гепатита В. Она используется в мире с 1982 года. Доказала свою высокую эффективность и абсолютно безвредна. К сожалению, например, что касается гепатита С, то вакцины на сегодняшний день не существует. Лечение очень дорогостоящее. Поэтому, наверное, в первую очередь хотелось бы сказать, чтобы каждый задумался о том, чтобы, так сказать, не заразиться этими инфекционными заболеваниями. Только благодаря раннему диагностированию можно обеспечить возможность эффективной медицинской помощи. Это также позволяет принять меры по предотвращению передачи заболевания другим людям. Личные обстоятельства, связанные с диагнозом гепатит, могут быть самыми разными. Но в каждом случае они требуют внимательного изучения для назначения максимально эффективной терапии. А потому следует воспользоваться простыми советами врача. Чтобы определить, есть инфекция или нет, необходимо, прежде всего, обратиться к врачу. Конечно, первым врачом, с которым пациент зачастую встречается, это или участковый терапевт, или участковый педиатр, если это пациент до 18 лет. Если речь идет о самостоятельной диагностике, то необходимо сдавать анализы на маркеры вирусных гепатитов.